Итак, здравствуйте, ребята школы в основном. Продолжаем разбираться с абстрактными классами и интерфейсами. Спасибо большое Игорю Гресько, что присоединился. И сейчас будем ставить больше вопросов, чем ответов. Молочина! Молочина, что сделал! Итак, ладно, сразу Игорь и ребята, я вам дам ссылку и попрошу посмотреть интервью с Линусом Торвальдсом, то есть основателем Linux. Ребят, я немножко отвлекусь тех, кто использует VS Studio. Да, здесь вот есть сочетание клавиш, это не относится. Но я вас попрошу вот что еще сделать. Вот здесь есть расширение. Сразу, когда вы ничего не будете вводить, пожалуйста, промотайте свои расширения, да, и конкретно посмотрите каждое расширение, зайдите в интернет, и начните выписывать себе каждый день по чуть-чуть горячие клавиши. Потом, когда список будет готов, возьмите либо Word, увеличьте, либо на компьютере, либо вывесите на стенку, чтобы потом попривыкнуть. Это горячие клавиши библиотек, а не самой студия. Просто так будет очень удобно, впоследствии вы будете работать с чем-то, что вам будет помогать, да, больше всего. И что-то потом отпишется. Ну вот, допустим, работа одной. Работа одной. Выделяем функцию. И, пожалуйста, имеем шаблон документирования, да, а потом дальше описывай. То есть, и так далее, и так далее. И это будут ваши библиотеки, они все разные. Хорошо, поехали дальше. Теперь по делу. Итак, еще попрошу, я даю ссылку вам сразу взять интервью вот это с Линусом, то есть основателем Линукс. И потом пересмотреть, потому что будет что-то касаться нашей тематики. А мы сейчас будем об этом немножко говорить. Так, так, так. Итак, мы продолжаем уже два месяца разбираться между понятиями абстрактный класс, интерфейс. Что это, где применять, и это идет довольно сложно. Потому что в интернет там по две строки, то есть люди, которые хотят сказать, что вроде как знают, там объясняют две строки разницу, мы об этом много говорили, это ничего не дает никому. В книгах я видел по несколько страниц, но там больше утиной типизации касалось. Вот, по сути дела, где можно это видеть в реальности, да? Только в проектах профессионалов. Например, мы взяли пока проекты Кейта Маги, Кейта Маги, да? И в них начинаем потихоньку разбираться. Ну, такие люди, как Кейт Маги, то есть один из ведущих разработчиков Джанго, который пишет очень крутой код, и это такой человек, который, допустим, компетентен во всех частях разработки Джанго. Это очень круто, да? Но у него есть молодые проекты, и поэтому здесь пока не очень сложный код, и истина, что здесь можно увидеть, это что это такое. Также есть очень интересные ребята, которые, допустим, описали некоторые библиотеки. Я как раз дал задание применить сейчас в коде эту библиотеку, да? Где парень попытался, не попытался, а неплохо очень описал интерфейсы, как классы. И это можно заменить, значит, ABS, да? ABC метод абстрактный с Пайтона. По крайней мере, по крайней мере, что станет на места? А станет на места то, что мы в конце концов дальше будем размышлять, что такое интерфейс, и что такое абстрактный класс, и где его применять. Потому что знают все, но когда возникает куча нюансов, то оказывается, никто ничего не знает. А это база. И уже второй месяц я задаю, постоянно ставлю вопросы, вопросы, я стараюсь, чтобы ребята задавали себе море вопросов, чтобы разобраться, чтобы отделить зерна от плевел. Перед этим мы делали домашнее задание, я предложил сделать, и ребята сделали, вот конкретно Сергей Сач еще не прислал, прислал Игорь Гресько, я очень рад, что он присоединился, а мы делали задание, где было самым простым способом оцифровать улицу Витебска, то есть вот этот кусок Витебска, где надо было в самом простом виде загнать в цифровой формат улицу, площадь, дома, банки, церкви, то есть каким-то образом сделать это, но Игорь, Сергей и ребята, которые занимаются, пожалуйста, вы всегда должны держать в голове, мы с вами в данном случае начали изучать паттерн, да, паттерн абстрактная фабрика, Ребят, я вас хочу попросить об одной простой вещи, ведь дело не в самом паттерне, вообще давайте ответим еще раз на вопрос, зачем вам лично паттерны, зачем вам, потому что на самом деле, когда мы касаемся, вот надо решать какие-то задачи, и мы начинаем задавать вопрос, а где использовать абстрактный метод, а где использовать интерфейс, а где использовать обычный класс, здесь конечно часть ответа мы получаем в паттерне, паттерны составляли люди исходя из опыта, то есть есть определенные задачи, которые можно решить тем или иным способом, то есть как шаблон кода, да, я это и давал, но Игорь смотрите, ни в коем случае нельзя сейчас почивать на лаврах, вот я писал вам и дам пока ребятам почитать эти статьи, эти статьи пока будут относиться к бесплатному, я сейчас пока просто расскажу, а ссылка на эту статью будет в описании, да, вот это то, что вбито, сначала давайте рассмотрим такую вещь, я надеюсь, что вы уже посмотрели интервью Линуса Торвальда, да, Торвальдса, посмотрите, он там очень хорошо говорит, он говорит именно о чем, о слоях кода, и так, Игорь, еще, еще, еще раз пересмотрите код, пересмотрите, вы должны в коде сначала увидеть основную задачу, это я вижу по описанию, вы ее увидели, теперь давайте ставить вопросы каждому фрагменту кода, да, ту ли задачу он выполняет, как эту задачу можно еще выполнить, я согласен, сейчас мы работаем в пределах абстрактной фабрики, но у меня сразу возник, как вы видите, вопрос, я его не проговаривал ранее, я его не проговаривал специально, и хотел, что, чтоб вы на это обратили внимание, вот смотрите, создаем конкретный город, в данном случае, в данном случае, давайте поставим вопрос, Игорь, вы ставьте вопрос, я вам просто помогу, во-первых, что это, что это, это фабрика, в данном случае, это класс, который наследуется от первого, класса, интерфейса, я вас просил обозвать, я не скажу ничего, что это, класс или интерфейс, но ясно одно, что в данном случае происходит следующее, build, building, здесь идет переопределение метода, переопределение метода, забитого в первом, да, тогда я хочу, чтоб вы поставили вопрос, да, правильно, задачу вы выполнили, вы старались описать эту улицу, да, вот этот кусок, да, этот пейзаж в коде, вот сами вы считаете, а правильно ли вы сделали, хорошо, а если я хочу хутор оцифровать, а если я хочу деревню оцифровать, а если я хочу оцифровать что-то еще, но это не город, но тоже там есть дома, а там вместо домов вообще сарай и хлева, я хочу оцифровать, например, что же тут правильно придумать, сельхозяйственный комплекс, и смотрите, сами спросите у себя, правильно ли я сделал, то есть посмотрев на ваш код, что я увидел, я увидел, что если я захочу оцифровать деревню или там какой-то комплекс, то мне придется дописывать новый класс, значит фабрика не так хороша ваша, правильно ли составлен этот класс, правильно ли в нем название, подумайте, вот в этом конкретно фрагменте, если взять вот этот фрагмент и задать, а какова цель данного фрагмента кода, создать цель данного фрагмента, еще раз говорю, посмотрите интервью, да, там общие ответы, конечно, но он говорит именно о каких программистах, вот я когда и читал его, что он считает хорошим программистом, когда человек видит слои кода, и я хочу, чтобы вы сейчас эти слои начинали потихоньку видеть, Игорь, никогда не останавливайте, задавайте себе вопрос, а так ли хорош мой код, и сейчас вот я взял конкретный фрагмент кода и спрашиваю, вот мы с вами спрашиваем, Игорь, а мне надо оцифровать сарай, а мне надо оцифровать хутор, а мне надо оцифровать комплекс, где есть одна ферма куриная, вторая ферма, там, где кабанчики, третья, где коровки, правильно ли здесь сделано, что я должен, вынужден буду делать, если согласно вот этому коду я должен в фенокомплексе переопределить улицу, ее там нету, значит, здесь абстракции не хватает, у меня есть один выбор, я буду должен написать новый класс, то есть количество кода при изменении ситуации у меня увеличится, это не есть хорошо, тогда вопрос, а в чем суть вот этого куска кода, что он делает, его задача создать, создать объект, а объект я сам должен придумать, это здесь была задача, здесь была задача создать объект, дом, церковь, улица, да, но есть же деревни, вот поэтому я хочу, чтобы вы начали ставить эти вопросы, а достаточно ли абстракции и правильно ли она, в данном случае, если задать вопрос, а отвечает ли это требованием, при этом заметьте, я не говорю, что это код плохой или код хороший, это ваш замысел, это ваш замысел, в данном случае, в любом случае, вот вы считали так правильно, так правильно, поэтому я ребятам и написал, ребята, постарайтесь изменить немножко, дополнить код Игоря, сделать по-своему, не осуждая плохо, хорошо, но в данном случае я конкретно ставлю вопрос, вот я беру ваш код, представьте, это сейчас не эти 10 строчек или там 100, да, а это целая библиотека, и я хочу описать ферму, сначала я думаю как, ох, хорошо, хорошо, я опишу, но потом я понимаю, что немножко все кривовато получается, то есть, конечно, я могу переопределить класс там сити, потому что мне не надо город, а мне надо хутор, но это будет уже криво, я могу переопределить метод креат и стрит, улицу, да, а там нет улицы, или там переулок, опять будет криво, я, конечно, могу приравнять стрит к другому какому-то методу, который назову по-другому, и это уже будет переулок, и сейчас я говорю и именно Игорь о задумках и названиях, ведь почему это называется абстрактная фабрика, потому что здесь должна хватать астракции, да, вот здесь правильно, здесь я вижу класс, то есть метод создать здание, да, при этом создается здание, неизвестно какое, да, я вижу банк, церковь, гостиница, возвращается конкретный какой-то объект, но следующие методы, да, вроде понятны, создать улицу, создать людей, а если я хочу создать коров, а если я хочу создать, это будет говорю, свинокомплекс, и там будут курочки и кабанчики, то есть будет свинокомплекс и птица ферма, и курочки и кабанчики, сейчас я поставлю полностью вопросы, следующий код, я вижу, что здесь написано я здание, то есть да, вполне тянет на абстрактный класс, а дальше с другой стороны похож на интерфейс, почему, потому что в принципе имеет абстрактные методы, но с третьей стороны посмотреть, то уже вроде как абстрактный класс, да, опять, почему, реализует банк, отель и церковь, Игорь, Игорь, смотрите, я не говорю, что это плохо или хорошо, но здесь останавливаться ни в коем случае нельзя, это будет самоубийство, это будет самоубийство, а хорошо, смотрите, подумайте, я вас прошу, поставьте вопросы, а если я захочу баню описать, что мне переопределить здесь, что мне, мне получится написать кривой код, я должен буду банк приравнять к бане, а потом переопределить метод, да, я понял, откуда это у вас, это то, что я раньше объяснял, вы правильно уловили, что в принципе абстрактный метод, вот когда я на примере Джанга, Джанга рассказывал, должен реализовывать нечто, как мы рассматривали с моделями, которое имеет строгую структуру, но опять, Игорь, ведь мы работаем сейчас с абстрактной фабрикой, а абстрактная фабрика должна описывать все, задание выполнено правильно, да, но код, задавайте ему вопросы, задавайте коду вопросы, ставим задачу, первое, вот этот код, берите весь код и формулируйте, задача была следующая, следующая, ну, кто делает, тот понимает меня, второе, берем вот этот кусок кода, что задача этого куска кода, какова задача, задача в данном случае создать некий объект, создать объект, создать здесь основное, создать объект, отвечаем на вопрос, создает ли он объекты, да, создает, второе, подождите, осуществить связь, да, с супер классом, вот здесь идет просто тупо правильно, я вижу, что идет переопределение метода, это я тоже вижу, но тогда я вас прошу, Игорь, опять ставьте вопрос, а соответствует ли этот код замыслу абстрактной фабрики, могу ли я, опираясь на этот код, описать нечто другое, кроме города, вы сами ответите, значит, переделываем, ставьте, Игорь, ставьте вопросы, вот этот кусок кода, он не соответствует в данном случае абстрактной фабрики, он ограничивает, то есть здесь вы ограничили абстракцию, это уже подумайте, а может тут лучше интерфейс сделать, а может абстрактный класс, но тогда все дело именно в названиях, они не применимы для чего-то другого, абстрактный дом, я не спорю, да, по замыслу, по замыслу, я просил в домашнем задании оцифровать дом, церковь, улицу, площадь, Игорь, я не говорю, плохо или хорошо, в данном случае это ваш замысел, вы программист, вы решили вот так, а я вот, а я вот, хочу использовать ваш код, я сторонний человек, и я хочу реализовать ферму, а я а другой хочет реализовать хутор свой, где бабушка живет, оцифровать, поставьте вопрос, абстрактный дом, задайте вопрос каждому методу, а выполняет ли он по сути дела, а сколько надо дописать, если что-то оцифровать нового кода, а можно ли сейчас избежать, можно ли как-то изменить методы, включая названия, чтобы в принципе они подходили для всего, чтобы это была чистая абстракция, да, дальше тут вопросов нет, дальше все очень понятно, конкретный дом, дальше все очень четко и понятно, очень понятно, что где реализовано, и по сути дела мы получаем вывод. Игорь, ни в коем случае я не цепляюсь, я вас прошу задавать вопросы, я вас прошу поделить сейчас ваш код на несколько вещей, первое, сначала ставим выполнение задачи, выполнение было задачи оцифровать улицу, второе, помните, я говорил, ведь это не мои слова, да, думайте о расширении, можно ли в данном случае использовать ваш код для цифрования хутора, отвечайте сами себе на вопрос, как я буду расширять, дописывать, переписывать, что делать, достаточно ли это правильный код, и достаточно ли он выражает идею, для того, чтобы это понять, мы начинаем ставить вопросы каждому конкретному классу и методу, сначала мы ставим общая идея есть, дальше мы понимаем, что у нас это абстрактная фабрика, дальше мы спрашиваем себя, а правильно ли мы сделали абстракцию, что должен делать этот класс, какова его цель, обратите внимание, когда почему вот, я просто не очень тогда не очень вдавался, но суть показал креаты субкласс, видите, вы не обратили на это внимание, здесь идет создание некого субкласса, здесь не говорится ни о чем конкретном, почему, я придерживался в любом случае абстракции, потому что можно было, чтобы можно было создать что-то конкретное, но при этом в принципе переопределенный метод возвращает некий конкретный объект уже, но сам замысел, что здесь в первую очередь создание, допустим, возвратить к своему коду, по сути дела вы реализовали вот так, да, Игорь, еще раз спрашиваю, город, деревня, хутор, агрогородок, где будут комплексы, и там улиц нету, комплексы свиной, коровки, свинки, коровки, курочки, гуси и так далее, а вот я хочу, поставьте вопрос, а можно ли это реализовать, а можно ли как-то изменить код, тогда это не совсем получается абстрактная фабрика, это просто использование АЗО абстрактной фабрики, ну дальше пошел замысел ваш, Игорь, еще раз говорю, нельзя злиться на меня, я не говорю, что это плохо, я говорю вам, ставьте вопрос, отвечает ли это замыслу, и отвечайте, и тогда каждый кусочек кода, каждый метод должен соответствовать, я понял замысел, я понял замысел, что здесь вот вы решили класс город, ну дальше создание чего-либо, ну зачем конкретизировали здесь в Острид, зачем, это все ломает, и это и правильно, и неправильно, ответить можно тогда, когда вы подумаете, а можно ли на моем коде реализовать нечто еще, и тогда получат сами ответы, и тогда надо переписывать опять, переписывайте постоянно, ставьте вопросы постоянно, но чтобы, если это абстрактная фабрика, и если это некая объект конкретный, да, то пусть он подходит ко всему, город, деревня, поселок, хутор, Игорь, вы огромный молодец, важно здесь не остановиться, и я вас попрошу, всегда думайте о расширении, если мы взяли в данном случае некую стезю, связанную с некими объектами, определенным городом, то вы обязательно задайте себе кучу вопросов своему коду, ведь может быть деревня, согласитесь, а может быть хутор, а достаточно ли хорош мой код, и можно ли реализовать на нем без проблем эти вещи, сколько кода придется дописать, что надо будет сделать, и сразу все всплывает, для этого просто надо не полениться задать вопрос конкретному классу, спросить себя, что делает этот класс, какие его цели, какие цели каждого метода класса, отвечают ли они замыслу, и что они делают в конкретный момент, могут ли они выполнить, какой круг задач они могут выполнять. Вот в данном случае, вот, это потрясающе, спасибо, Игорь, это потрясающе, банк, церковь, гостиница, абсолютно верно, я здание. Отлично, ладно, я думаю, вы мою идею поняли. Теперь, давайте я еще раз напомню, но немножко с другой стороны. Я хочу, чтобы ребята школы и те, кто новые, постоянно задавали себе один и тот же вопрос. Вот мы изучаем материал, для чего применяется абстрактный класс, для чего применяется интерфейс, что такое интерфейс, что такое абстрактный класс. Да, мы обратились к паттернам, потому что паттерны это шаблоны, то бишь, опыт людей, опыта, опыта, да, описания, которые придумали разные виды шаблонов для реализации тех или иных типовых задач. Допустим, метод абстрактной фабрики подойдет для чего угодно. Но всегда надо спросить, а достаточный ли уровень абстракции для всего ли он подходит? Я не могу сказать, что я сказал вам, Игорь, я же не могу сказать, что вы не правы. Это ваш замысел. Я не могу сказать, что нельзя менять абстрактную фабрику, да, и делать там нечто свое. Это опять ваш замысел. но я могу сказать точно одно. В данном случае вы не ставили вопросы к своему коду по расширению. Продолжайте работать над пониманием, что такое интерфейс и что такое абстрактный класс и где он используется. И у вас должно быть это понятие очень четкое. У вас должно быть зерно. Зерно. Я зерна не вижу. Я в данном случае вижу немножко понимание есть, но мысли путаются. И в данном случае вы сами увидите, когда вы будете ставить вопросы, то эта логика, которая сейчас реализована, она у вас посыпется. Асачи придет скажет, есть твой раз, друг приехал, надо свинокомплекс там и строят и птицефабрику, надо оцифровать. Слушай, ты вроде как писал библиотеку, где там она, покажи мне. И все. Да, он посмотрит, подумает, так, но это надо, это надо переделывать, все, надо опять писать. А делайте так. Я сам так еще не умею делать. Но я говорю, а давайте стремиться делать так, чтобы здесь не было даже комар носу не подточил. Чтобы я любой объект подписал. Работайте над кодом. Игорь, смотрите, я опять объясню. Вы должны что делать? Вот вы вышли на улицу, вот вы стоите, кого-то ждете, что-то делаете, или гуляете, не теряете зря времени. Повернули голову направо, налево, увидели людей, увидели здание, и стойте, и оцифровывайте в голове. Здесь бы я написал абстрактный класс, здесь бы я реализовал при помощи интерфейса это должна быть тренировка. Хорошо. Давайте еще раз я объясню, но уже с другой стороны. У нас есть интерфейс пить. Вот смотрите, мы хотим пить. На самом деле наш мозг создает интерфейс, только мы его так не называем, но он создает интерфейс между нами мы между нашим нашей потребностью жажда и между ситуацией реальным миром. То есть по сути дела наш мозг создал интерфейс интерфейс мы жажда реальный мир. Поступить вы можете как хотите, в жизни все проще, но давайте я вам кое-что поясню, а вы потом сами будете переставлять. Вот посидите, ребусы порешайте. Это вы, это ваша потребность жажда и наш интерфейс пить. Пить. И реальный мир. Дальше пойдут абстрактные классы сначала, которые будут реализовывать некую логику. Логику. И только потом пойдут конкретные классы. Классы, которые будут реализовывать уже перечень неких конкретных действий, что и когда и где мы будем пить. Тогда ставим вопросы вот к этому, вот к этому и вот к этому. Нас интересует сейчас это понимание. Что же такое интерфейс? Я задаю вам, Игорь, вопрос. Сначала констатирую факт. Интерфейс это порядок неких правил, которые мы должны учитывать. Например, когда нам хочется попить и мы находимся дома, у нас не возникает трудностей. Мы четко открываем кран, либо берем с холодильника, либо берем нагреваем чайник и пьем чай. Не цепляйте к словам к жажде. Я просто говорю, что у нас есть утоление потребности между нами, между реальным миром, который, он может быть разный, комната, дворец спорта, другая страна, другой город, но всегда мы в принципе знаем, как решать задачу пить. И благодаря тому, что у нас есть порядок свод правил, что делать, когда у нас жажда, как ее удовлетворить. В конце концов, мы работаем с клиентом, клиентом, который проверяет, мы попили, жажда удалена. У вас это тоже есть, я увидел, то есть клиентская база у вас есть, клиент фактори, а вот где у вас сама фабрика, я не увидел. Именно в названиях. И тогда как только вы поставите здесь что есть фабрика, сразу у вас легко вы зададите вопрос и соответствует ли это. То есть клиент вывел, да, напились мы, все нормально. Тогда смотрим на интерфейс и соображаем себе, указывает ли интерфейс, что это конкретно мы. Нет, интерфейс не указывает, я здесь нарисовал, но ведь здесь может, корова захочет пить, она что же может пить? А что, у нее другой интерфейс или другая жажда? Нет, на то он интерфейс показывает некий объект, да, который чего-то хочет взять связь, да, потом дальше какая-то потребность, жажда и с чем связать, с реальным миром, но ведь на самом деле дальше мы сейчас взяли, допустим, пить, а вообще мы могли сделать интерфейс, ну, конечно, правильно с одной стороны делать, что попить, но потом такой же интерфейс мы могли бы сделать, там, покушать и так далее, и дома то же самое и так получается когда мы дальше делаем абстракцию, да, делаем некую абстракцию, будем делать, где уже не интерфейс, а абстрактные классы, которые будут реализовать логику, сейчас я не буду, только на словах это буду рассказывать, здесь мы создаем абстрактный класс уже где-то попить, в комнате у нас одни действия, в магазине другие действия, на улице третье действие, и задача интерфейса, чтобы были учтены важные вещи, ведь будет совсем плохо, если мы начнем, когда мы хотим попить, но вдруг представьте, и это страшно, когда ведь у людей есть заболевание, не дай бог, дай бог здоровья, по-моему, у Альцгеймера, когда человек начинает путаться, да, то есть место пить, хочет пить, а начнет копать, удовлетворит ли он жажду? Не удовлетворит, поэтому задача интерфейса соблюсти эти правила, что при жажде если пить, то это значит дальше поехали свод правил, да, какие тут правила, по крайней мере, что-то связано с водой, что-то связано с жидкостью, чтобы эта жидкость была не вредна, и так далее, и так далее, то есть правильно, да, а если бы тут мы хотели пить, а у нас начался бы интерфейс содержал себе не жажда пить, а копать, то мы никогда не удовлетворим жажду, согласитесь, мы же не можем копая, просто копая, напиться воды, поэтому задача интерфейса собрать в себе то свод правил, что в принципе мы знаем, что делать, именно поэтому, что у нас в голове есть интерфейс, наш мозг создал, мы четко понимаем, что когда мы хотим пить, что мы будем делать дома, да, то есть это работает интерфейс, дальше пошла работать абстракция, да, абстрактный класс, то есть мы определили есть жажда, но сейчас обед, вечер я бы хотел чаю, то есть здесь идет абстракция, ведь мы не можем написать конкретно абстракция, да, если бы мы вот это та ошибка, которая у вас в коде, да, которую я бы, допустим, пересмотрел, то есть создать улицу, хорошо, представьте, насколько мы себя ограничиваем, если в данном случае мы хотим попить, но у нас заложено пить в аду и пить с нашего чайника, мы находимся в магазине или в другой стране, и у нас нет нашего чайника, но у нас в голове заложено пить с нашего чайника и писяц, нельзя больше ничего, и мы, это класс, это код, и он должен быть реализован только так, это программа, а представьте у вас в голове, что заложен ваш домашний чайник, фирмы такой-то, и вы остаетесь без воды, ее кругом много, но нет вашего чайника, потому что просто неправильно заложена абстракция, заложено у вас, что пить с вашего чайника, все, вы умрете от жажды, потому что придя к крану с водой, которым будет литься, там не будет вашего чайника, и представьте, что, представьте теперь вот на секундочку, что вы вынуждены, пришло такое время в будущем, в будущем, что вы вынуждены просто до конца дорабатывать сами свою логику, искусственный интеллект прямо вот так вот, в виде алгоритмов, или вы, вы не вы, а вы программируете робота, да, но это будет почти живой человек, но который будет абстрактно у него будут живые ткани, и вот ваш, вы его запрограммировали таким образом, написали абстрактный класс, но написали конкретно ситуацию только вот чайник, вода, ведро, и все, ваш робот пришел в другой город, там нету чайника, и он умирает от жажды, потому что неправильно заложена абстракция, интерфейс общий, абстрактный класс, который идет, дальше идет, он реализует какой-то уже более конкретный замысел, да, но по сути дела, где можно заменить, на то он и абстрактный класс, замените элементы, то есть важно, чтобы сохраняло что попить, что попить, опять это будет метод неважный, потому что можно пойти купить, можно вообще стоит там колонка, попить с колонки, можно попить с лужи, да, а вот нельзя, значит у нас должен быть метод какой-то отвечающий за здоровье, попьем с лужи, потом паразиты какие-то будут у нас, да, подумайте вот над этим, и сразу понятна разница между абстрактным классом и интерфейсом, интерфейс, абстрактный класс не будет знать, где, что, когда вы будете пить, он только должен понимать, понимать, что есть какой-то общий свод правил, что надо нечто взять попить, это попить на земле в реальной обстановке, ну что это, комната, магазин, другой город, интерфейс не знает, где это будет происходить, он просто связал какой-то объект, потому что я сказал, ведь корова тоже может захотеть пить, и вам надо напоить животных, да, допустим, там живел, ведь они тоже будут хотеть пить, правильно, только там вы поступаете по-другому, посмотрите на СС страны, возвращаем, и тут же смотрим абстрактный класс, в абстрактном классе мы уже реализуем какие-то методы, что мы будем, как мы будем пить, если мы находимся дома, что и как мы будем делать, как мы будем удовлетворять жажду, если мы находимся в магазине, если мы поехали на пляж, если мы пошли там куда-то, тогда надо некий метод здесь, который подходил бы под все, да, то есть просто ситуация, метод ситуация, а дальше мы уже когда будем в классе конкретно реализовывать, мы реализуем ситуация квартира, ситуация гора, ситуация поездка, но в абстракции здесь бы было только ситуация, потому потому что ситуация уже более конкретно и мы здесь начинаем уже учитывать в абстракции уже более конкретные вещи, ситуация и уже дальше пошли что пить, да, то есть что пить, чай, воду, то есть выбор напитка, опять же мы не забиваем в абстрактном классе, если в интерфейсе вообще просто жажда на нечто делать, то в абстрактном классе уже идет выбор напитка, но абстрактный класс не выбирает пить это пить это значит пить воду или это значит пить чай или значит пить колу или значит пить щитро это мы дальше определим в конкретном классе что в данной ситуации так как я дома я буду пить хочу попить просто воды либо я открою холодильник и возьму бутылку с водой с холодильника но абстрактный класс выбирает только выбор напитка какого-то тогда все становится в принципе на свои места подумайте подумайте да постоянно задавайте вопрос чем все-таки абстрактный класс отличается от интерфейса где его применять абстрактный класс где я буду применять интерфейс Игорь согласитесь я вам подбросил намного больше вопросов чем вы ожидали теперь для новых ребят ребята для тех кто только пришел в школу начинаем с сайта spb-tu.ru будут также рекомендации да начинаем с сайта начинаем с изучения языка потому что сейчас мы уже говорим о более продвинутых вещах мы начинаем определяться зачем нам что потому что вот как Игорь убедился на практике в интернете очень много объяснений две строчки абстрактный класс от интерфейса отличается там то-то то-то вот пообничал но Игорь убедился на практике все намного сложнее а если посмотреть жизненную ситуацию еще сложнее а ведь все банально просто но надо отделить в конце концов зерна от плевел кто это знает и допустим я не буду поступать так как поступают эти ребята из интернета смело объясняя вот класс от интерфейса а потом и обосрались больше ничего потому что это не работает вот так этому не учат ни на каких курсах потому что вот мы два месяца разбираемся два месяца разбираемся и это намного сложнее но я знаю путь я знаю путь как разобраться а путь очень простой нам надо создать базу чем мы сейчас занимаемся а вот эти ребята точно знают у них больше 25 лет опыта они написали джанго это фантастический фреймворк так вот у них надо учиться я считаю другого пути нет то есть книга это задумки некие автора который считает вот так а я считаю что он ошибается что-то с гугла в две строчки чем отличается интерфейс локтем нажал на пробел интерфейс от абстрактного класса это все хлипко поэтому это не будет работать для вас никогда кроме поверхностных зданий ну это примерно то же самое если вам покажу мастерские скажу вот мастерские вот тут делают машины вы не станете автомехаником потому что это надо копаться это надо знание это надо опыт поэтому это тоже не работает гугла здесь бесполезно официальный сайт там есть это но там написано очень сложным языком значит что остается только путь правильный как я считаю это реально написанные библиотеки но как нам подойти к реально написанным библиотекам а я считаю здесь тоже один выход создать базу а как создать базу это все знайки писали чем отличается интерфейс там от чего-то в интернете но на практике мы смотрим что на самом деле все намного сложнее когда мы пишем конкретный код и начинаем о чем-то задумываться то получаем кучу вопросов да в любом случае что здесь правильно это задавать как можно больше вопросов к своему коду да мы взяли уже в помощь паттерны потому что по крайней мере там оголяются интерфейсы и абстрактные классы они вкладываются в идею и мы можем облегчить себе но я вас прошу глубже Игорь выходите на улицу оцифровывайте все и только задавая вопросы и делая это много много раз и потом переводя в код в конце концов у нас получится отделить зерна от плевел назовите мне хоть одни курсы где этим занимаются что могут тебе какие-то курсы позволить два месяца разбираться между абстрактным классом интерфейсом нет да им насрать на вас по одной простой причине там за три месяца вам дадут весь Python скажут это просто я не сказал что сложно но нельзя в три месяца уложить всю программу поэтому там вы ничему не научитесь потому что если бы допустим какие-то курсы начали или там в университете начали разбираться а вот в тонкостях разница между интерфейсом как мы делаем два месяца уже да то в принципе о чем они еще научились не выполнили программу а у меня цель чтобы люди школы были профессионалами и у меня очень все конкретно я сказал путя одна вот есть Рассел Кейт Маги и другие ребята да которые сделали фантастические продукты они точно знают разницу между интерфейсом и абстрактным классом давайте посмотрим как они это используют пока не работает я показывал ребятам библиотеки то что вижу я они не видят почему нет базы нет базы ребята давайте формировать эту базу каким образом формировать базу только вопросами к себе к своему коду к ситуации в конце концов вы поняли точно одно что одной фразой понятия чем отличается интерфейс от абстрактного класса не отделаться а просто написать тонны кода это единственный путь но когда будет сформирована база вы это начнете видеть вы это начнете определять поэтому есть способ как взять опыт программистов которых стаж программирования больше 25 лет это сформировать базу неправильная сформированная база абстрактных классов и интерфейсов даст нам больше неправильного дальше там пойдут другие виды абстракций агрегация и другие и другие виды абстракций если здесь будет криво то там дальше будет еще кривее а значит наш код будет ужасным а значит мы будем писать что если мы хотим посадить помидоры то мы не будем их коде садить теплицу мы будем садить их кузов москвича так вот я не хочу чтобы так было посему Игорь спасибо вам большое что вы включились задавайте вопрос своему коду жду измененного кода а ребятам школы я отвлекся немножко потому что я говорил тему но соскочил на это а ребятам школы я вас прошу сейчас дополнять вот есть код мы не будем говорить плохо хорошо вы дополните код улучшите код Игоря вот есть код и допишите что-то свое но очень четко аргументировал почему и как используя опыт Игоря продвинемся дальше да новичкам начинаете с сайта spb тут.ru потом подключаете второй язык я много объяснял тут просто это уже не будут тратить время потому что здесь цель видео немножко другая а вам надо другая база вам надо начало работы с python начало работы с котлем и будут ответы как собственно изучать язык и так далее потому что здесь уже мы разбираемся учитывая то что человек знает уже много что о классах здесь мы уже формируем в голове четкие понятия когда мы будем использовать абстрактный класс интерфейс и потом пойдем по языку так далее и далее ребята на самом деле это немедленно да мы затрачиваем много энергии и сил на отделение зерен от плевел но когда это будет сделано а ведь сколько вариантов сколько разных мыслей я вам подбрасываю с одной целью чтобы вы задавали кучу вопросов и каждый раз что происходит с вами я знаю то что происходило со мной идешь идешь бац ага вот как это делается у вас все яснее и яснее в мозгах это происходит а ведь это рождение новых пластов кода да но мы стараемся не почевать на лаврах а постоянно задаем новые новые вопросы и это безумно интересно в общем посмотрите описание все пока идем дальше